Осадки и морозы Застывает, образуя ледяной бассейн размером в 40-50 метров Толщина льда достигает 10 сантиметров Механизированная чистка и противогололедная смесь должного эффекта не дает, убеждают уборщики По осени здесь лужи не было, потому что это все впитывалось в землю Сейчас земля замерзла и, соответственно, образовалась лужа Ломами, колоть, лопатами Во-первых, ломами такой метод мы практически не используем нигде Это, во-первых, испортим покрытие И, соответственно, кто его будет восстанавливать А противогололедным материалом, пожалуйста, посыпано И там не скользко, идти можно А то, что лужа, ну тут лужа, это не наши компетенции О причинах возникновения водно-ледяной преграды мы можем только гадать Строителей упрекнуть в попустительстве сложно Они руководствуются техническим проектом Могли недосмотреть рижские проектировщики Но почему не подсказали и не исправили ошибку контролирующие и надирающие организации Ведь многие понимали, самый низкий участок дороги под горой будет закапливать Поправлять пришлось по ходу строительства Для укрепления слоя дерна и травяного покрова откос покрыли геотекстилем Для большей надежности положили поперечные барьеры Но, судя по всему, конструкция оказалась непрочной Теперь надо искать другое техническое решение Будем разговаривать с заказчиком, то есть с управлением коммунального хозяйства Чтобы, скажем, весной уже, в начале весной Потому что такое скопление воды там может быть и при больших ливневых Скажем, больших ливнях, при больших дождях Поэтому там нужно ставить пару колодцев Это, скажем, чтобы могла туда уходить пару гулей, так называемые Куда уходят ливневые воды и скопляются в этом колодце И потом рассасываются Так что никакой большой проблемы, скажем, мы здесь не видим Выходит, что претензии предъявлять некому Европейский проект закончился И значит, брать на себя дополнительные расходы придется заказчику